Замечаете ли вы, что последние несколько лет в Ташкенте стало более пыльно, количество пыли сильно увеличилось? Да, не то, что в последнее время, но лет 5-7, как мы это не просто замечаем, а действительно это есть. Да, я это заметила, так как по сравнению с прошлыми годами у меня дома чуть ли не каждый день мы делаем уборку, то есть у нас домработница на постоянной основе теперь работает, бывает там и утром, и вечером пыль. Не могу не согласиться с этим, это да, последние вот 3-4 года, стало пыльно, это скорее всего здесь строительство, город перестроится, из-за этого, мне кажется, это неизбежный случай. Пыль уйдет, когда прекратят строить массово тогда? Ну да, это неизбежно, это во всех городах так случается, это, я думаю, нормальное явление, и плюс наши... Это нормальное явление вы мне покажете? Да. Да. Больше 80% у нас в доме аллергия, начиная с маленького возраста, детишек. У меня внуку 5 лет. Искать какие заболевания тяжело, в первую очередь аллергия. И аллергия идет не на кошек, не на собак, а на пыль, на грязь, на выхлопные газы. У меня много аллергичных знакомых, вот. У них очень много проблем именно вот за счет пыли тоже. Раньше ездили по дорогам машины, поливалки и чистили машины ночами. Сейчас этого нет. По городу это не просто незаметно, а просто нет. Только на центральных улицах нет-нет проезжают эти машины. У нас стоит сейчас, вы знаете, современные, это пластмассовые вот эти пластиковые окна, стекла, да, вот это вот все. Стоят сетки. Каждый день будете мыть и каждый день будете отмывать пыль. Ну, конечно, все приходится чаще протирать, машину чаще мыть, фасады чаще мыть, домов. Вот я сейчас помою ее, туда выгоню, пока салон будем вытирать, машина пылью облудит. Ну, пыль на нее сядет. Ощущается как-то при дыхании в носу, в горле? Да, щекотание, щекочет, кашляешь, чихаешь, на что не поймешь, на что. По ощущениям, там, я не знаю, по воздуху можно почувствовать, конечно, когда вот выезжаешь в горы и возвращаешься в город. То есть разница ощутима. Как вы думаете, какими-то способами прибивать эту пыль, скажем, поливальные машины пускать по улице? Вот это хорошее решение, думаю. Просто надо город как-то очистить от пыли. И так меньше пыли будет. Редактор субтитров А.Семкин